Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и подписчицы и случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. В этом видео мы поговорим про морских свинок и побываем в гостях у Дани. Познакомимся с его морской свинкой и узнаем о содержании. Морские свинки сегодня являются популярными одомашними грузинами. Они не требуют больших затрат времени на уход, а смазливые мордашки не оставляют нас равнодушными. Именно благодаря этому они завоевали место под солнцем в наших домах и квартирах. Более того, морскую свинку рекомендуют семьям с детьми, которые хотят завести первое домашнее животное. В отличие от хомячков, его можно потискать и выпускать побегать по комнате, не боясь за то, что он залезет в узенькую щель. Ведь размеры морских свинок варьируются от 20 до 30 сантиметров и вес до полутора килограмм. Наверняка слышали о зоотерапиях. Зоотерапия представляет собой направление психотерапии. Это лечение при помощи животных. Часто одним из таких животных являются безобидные морские свинки. Клетка для этого зверька должна быть достаточно просторной. Минимальный размер клетки не менее 50 сантиметров в длину и 20 в ширину. Часто свинок содержат в террариумах. Это позволяет избежать сквозняков и мусора вокруг клетки. В качестве наполнителя используют опилки. Морские свинки не переносят холод и легко могут заболеть. Любят греться на руках хозяина. Любят поглаживание и внимание. А теперь, как я и обещал, идем в гости к Дане и немного пообщаемся с ним. Привет! Привет всем подписчикам канала и случайным зрителям. Мы хотим познакомиться с твоей морской свинкой и немножко узнать о ней. Его зовут Веня. Ему уже исполнилось 2 года. Его можно назвать по праву членом нашей семьи. Необходимо обратить внимание при покупке морской свинки. На шерсть. Она не должна быть тусклой. У здоровых морских свинок шерсть немного блестящая. А также надо обратить внимание на глаза. Да, они должны быть сухими. И также надо обратить внимание на попку. Она должна быть сухой и чистой. Что важно во время покупки? Надо узнать пол животного у продавца. Если покупатель животное не из рук, а в зоомагазине, попросить показать ветвь справку. Ведь не имея опыта, новичку трудно понять, мальчик это или девочка. Тем более в юном возрасте. А что кушают морские свинки? Морские свинки – травоядные животные. У их в клетке должно быть всегда и обязательно сено. Помимо этого, они хорошо едят зерно-смеси, траву, фрукты и овощи. А также не забывайте о свежей воде. Должна быть в клетке. Постоянно. Недопустимо голодание более 12 часов. Это может привести к гибели питомца. А также не забывайте о свежей воде. Даня, покажи, какими кормами ты кормишь свою морскую свинку. Я кормлю морскую свинку разными кормами. Такое кормление будет более правильное. Сейчас у меня корм Литтл Ван. Литтл Крафт. Вака. К каждому из этих кормов будет отдельное видео. Многих будучих заводчиков интересует запах от животного. Есть ли он? Все зависит от хозяина. Морские свинки почти не пахнут. Можно убираться в клетке минимум 2 раза в неделю. В противном случае запаха не избежать. Как убираться в клетке я расскажу в следующих видео. Спасибо за рекомендацию. Будем ждать новых видео. Если вы будете задавать вопросы, я с радостью буду на них отвечать. У морских свинок очень сильно развито обоняние. А слух лучше человеческого в 50 раз. От ее ушей и носика ничего в квартире не скроется. Помните о том, что самцы морских свинок оставляют метки. Это важно, когда вы пускаете погулять своего питомца по квартире. Не сложны эти животные и в разведении. Для этого просто нужна пара самец и самка. Они сделают все сами и без помощи хозяина. Однако я не рекомендую самца и самку держать в одной клетке. Это приводит к постоянным приплодам и беда в том, что самка не успевает отдохнуть и набраться сил, выкормив одно потомство, как появляется другое. Такой конверт приводит к гибели самки. Но в целом морские свинки – стайные животные и достаточно хорошо уживаются друг с другом, особенно самки. У самцов есть свои нюансы лидерства. Два альфа-самца в одной клетке – это беда. Эта беда грозит боями и бесправил. На этом видео подошло к концу. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось видео. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok